Первый матч уже совсем скоро, и я уверен, это будет незабываемо. Такого лужники точно еще не видели. Да что лужники, мы всему миру покажем настоящий регби-7. Основной девиз нашего спорта – меньше контактов, больше регби. А значит, больше пасов, финтов и стремительных прорывов. И главное – гораздо больше попыток. И все это за 14 минут чистого времени. Не зря этим спортом официально занимаются в мире больше 3 миллионов человек. А болеет им уже целый миллиард. Не мудрено, это же адреналин в чистом виде. Здесь впервые в истории будут биться лучшие сборные мира. А там будут зажигать лучшие в мире болельщики. Ты когда-нибудь мог представить, что это действительно случится? Не уверен, зато теперь я знаю – Кубок мира приедет в Россию. А мы прямо на этом поле сделаем все, чтобы в России кубок и остался. Задача не из простых – 3 дня, 24 команды. И для каждой из них Московский Кубок мира станет главным турниром четырехлетия. В котором может быть только один чемпион. А ведь приедут действительно лучшие из лучших. Даже не знаю, кто сильнее – действующие чемпионы из Уэльса или их принципиальные соперники – англичане. А может парни из Самоа или Алблэкс – невероятные новозеландцы. Кстати, заодно и проверим, кто из них лучше исполнит хаку. Прямо здесь, на поле Лужников. А ведь будут еще аргентинцы, южноафриканцы, лучшие европейские сборные. Ну и мы, конечно. Нам, сборной России по Рэкби-7, есть что доказывать всему миру. И есть что показать российским болельщикам. Заодно только право провести турнир такого масштаба России пришлось серьезно бороться. Мы выиграли этот спор у явных фаворитов – Германии и Бразилии. И выиграли его для того, чтобы провести лучший в истории Кубок Мира по Рэкби-7. Отсюда из комментаторских позиций Лужников за матчами Кубка Мира будут наблюдать журналисты десятков стран. Кстати, предыдущий Кубок Мира проходил в Дубае. И на нем было побито сразу несколько рекордов. Причем не только спортивных. Турнир собрал самое большое за всю историю этого спорта число болельщиков. Причем и на стадионах, и на телеэкранах. На аренах были аншлаги, а трансляции Кубка посмотрели более 700 миллионов человек. И это не случайность. Благодаря своей зрелищности Рэкби-7 с каждым годом набирает популярность. Причем не только мужской Рэкби-7. Здесь, в Москве, параллельно с мужскими командами, отношения будут выяснять и лучшие женские сборные мира. Я видел, как девчонки играют. И поверьте, такое зрелище пропускать нельзя. Ну а лучшее подтверждение тому, что Рэкби-7 – это один из самых ярких и непредсказуемых видов спорта, ждет вас уже этим летом в Москве. А следующим крупным соревнованием после Московского Кубка мира станут Олимпийские игры. Да, отныне Рэкби-7 – олимпийский вид спорта. Так что здесь, в Лужниках, пройдет не просто главный турнир четырехлетия, но и генеральная репетиция Олимпиады. Рэкби-7 Мы не можем отступить. Мы не имеем права подвести. Не отступим ни на шаг. Отдадим все силы. И даже чуть больше, ведь Московский Кубок мира только для других – главный турнир четырехлетия. Для нас это главный турнир в карьере, главный в жизни. И биться за Кубок мира с лучшими командами – это то, к чему каждый из нас шел все эти годы. Даже просто оказаться сборной – честь для каждого игрока. Выйти в составе сборной под звуки российского гимна на поле заполненных лужников. Это то, о чем многие из нас могли лишь робко мечтать. И вот теперь – это лишь вопрос времени. Но даже секунда грядущего Кубка мира стоит любых усилий. Можем ли мы проиграть? Возможно. Ведь это самая непредсказуемая игра в мире. Но можем ли мы не отдать себя к себе этой игре и этому турниру? Никогда! Москва, казалось, видела все, что бывает в мире спорта. Крупнейшие соревнования, самые звездные спортсмены, болельщики со всего мира. Если российская столица берется за проведение крупного международного турнира, то недовольным не уедет никто. Даже проигравшие. Ведь этот город способен дарить самые яркие, самые незабываемые эмоции всем, кто сюда приезжает. А организация соревнований всегда находится на высочайшем уровне. Нет никаких сомнений. Кубок мира по Рэкби-7 не станет исключением. 24 мужские и 16 женских команд будут выяснять, кто лучший в мире. Но уже сейчас можно утверждать одно. Москва и москвичи сделают все, чтобы лучшими в мире стали сами соревнования. Чтобы они стали лучшими в истории этого вида спорта. Москву ждет настоящий праздник, который выйдет за пределы чаши лужников. И коснется каждого, кто готов поближе узнать Рэкби-7. Это будет новая глава в истории вида спорта, который огромными темпами набирает популярность в мире. Не пропустите события, о котором сможете рассказать детям и внукам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова